косметика духи гигиенические и моющие средства гели и кремы их состав также как и влияние на наше тело непредсказуемые однажды открывая очередную разрекламированную емкость я задумалась об альтернативе могут ли быть все эти незаменимые вещи полностью натуральными и безопасными и могу ли я приготовить эти средства у себя на кухне оказалось что могу и это сделать очень просто в каждом выпуске я буду делиться с вами новыми рецептами приготовления средств для дома тела и души в этом мне поможет книга семейных рецептов и сила природы привет с вами программа сила природы и сегодняшний выпуск я хочу посвятить комплексной уборке дома и приготовить с вами несколько эффективных средств своими руками кто смотрит программу сила природы тот наверняка знает что я всегда выбираю рецепты на основе натуральных ингредиентов некоторые моющие средства которые продаются в магазинах содержит опасные компоненты например такие как поверхностно активные вещества щелочи кислоты смягчители и другие когда вы выбираете подобное средство необходимо четко изучить его состав если вы не хотите париться вы можете приготовить безопасные средства для уборки в доме у себя на кухне из доступных ингредиентов необходимо уделить этому внимание особенно если вашем доме живут дети аллергики или домашние животные в общем сегодня предлагаю окунуться в мир зеленые уборки давайте скорее узнаем что нам для этого понадобится так хочется чтобы наши дома и квартиры были не только уютными красивыми и чистыми но и безопасными для нашего здоровья мы вроде бы стараемся вести более экологичный образ жизни избавляемся от синтетических тканей занимаемся спортом следим за своим питанием но к сожалению далеко не всегда изучаем составы средств которые по привычке покупаем в магазине на самом деле вы можете сделать безопасные средства для уборки своего пространства у себя на кухне и думаю что вы потратите гораздо меньше времени на их приготовление чем даже на поход в магазин конечно же такие зеленые средства будут в 2-3 раза дешевле чем те которые продаются в магазине для того чтобы убраться в доме даже не приходится совершать каких-то супер усилий и смешивать какие-то ингредиенты достаточно даже пара лимонов чтобы убраться в своей квартире вы можете просто-напросто на ночь натереть половинкой лимона например раковину или плиту либо какую-то поверхность на кухне оставить ее и утром смыть теплой водой вместе с грязной пленкой которую как раз таки расщепит лимонная кислота а также половинкой лимона вы можете чистить например разделочную доску тем самым вы сможете избавить доску от вредных бактерий а также устранить неприятный и даже въевшийся запах также при помощи половинки лимона в сочетании с тремя ложками соды можно чистить холодильник и конечно же устранить неприятный запах и сделать поверхность сияющей быстро просто и абсолютно безопасно в общем как вы уже понимаете что на моем столе очень простые ингредиенты наверняка какими-то из них вы уже пользуетесь в быту первое что я буду готовить это эффективное средство для мытья посуды в ее основе будет теплая вода хозяйственное мыло и пищевая сода сода отлично справляется с выведениями пятен она обезжиривает поверхности а также устраняет неприятный запах и кстати одно из самых волшебных свойств что она идеально полирует поверхности сода отлично сочетается с хозяйственным мылом помимо своих преимуществ касаемо чистоты поверхности также наши поверхности будут обеззаражены для чистки стекла и зеркал я приготовлю чайный спрей наверное это звучит удивительно как возможно чаем очистить стекло и вообще это вообще нормальное эффективное средство конечно да подобный спрей идеально справляется с грязью не оставляет разводов а также танин который содержится составе чая делает поверхность идеально блестящий и кстати такой спрей удаляет очень быстро жирные отпечатки пальцев на стекле или зеркал возможно у вас тоже есть такая проблема вот у меня в доме маленький ребенок который постоянно лапает стекла и зеркала в общем подобный спрей идеально справляется с данной задачей после того как мы изготовим все наши моющие средства мы обязательно потестируем их для того чтобы вы убедились что они по-настоящему эффективны стоит уделять особое внимание гигиеническим зонам в ванной и туалетом чаще всего различные средства которые используются для чистки ванн или для чистки унитазов они являются невероятно токсичными особенно когда вы оставляете в маленьком непроветриваемом пространстве вот эти вот токсичные банки все вещества которые внутри содержатся разъедают крышки и наверное вы ощущали если вы как раз таки так храните эти средства что от них исходит неприятный аромат или в моменте когда вы чистите унитаз просто в туалет невозможно зайти все это токсичные вещества которые содержатся в составе сегодня я вам покажу как можно при помощи соды и уксуса сделать бомбу для чистки унитаза такое средство безопасно и конечно же отлично справляется с грязью и даже кишечными палочками которые содержатся внутри унитаза и последнее эффективное средство которое я буду готовить будет на основе уксуса в сочетании с водой и с добавлением эфирного масла помимо придания аромата и естественно перебивание едкого запаха уксуса эфирное масло также может очень классно и эффективно влиять на чистку поверхностей например для того чтобы избавиться от грибков и плесени вы можете добавить в состав эфирное масло чайного дерева а также чтобы избавиться от паразитов в доме вы можете использовать еловые и хвойные ароматы также для чистки пространства идеально подходит лимонная трава лаванда гвоздика кстати говоря в летний период чтобы крепко спать по ночам и не мучиться от жужжание и комариных укусов вы также можете использовать масло гвоздики для того чтобы приготовить первое средство это моющее средство для посуды мне понадобится кипяток либо горячая вода конечно же для этого нужна плита чайник либо какая-то емкость где вы будете кипятить воду далее мне понадобится терка мне понадобится блендер это может быть стакан либо погружной блендер также для приготовления второго спрея мне понадобится стакан вода вот такая вот емкость кстати для первого моющего у меня будет вот такой тюбик я купила этот тюбик в специализированном магазине но вы можете использовать допустим какую-то старую баночку которая осталась у вас из-под жидкого мыла либо от прошлого моющего средства в общем можете экспериментировать либо вообще просто использовать какую-нибудь стеклянную бутылку тоже можно в нее залить это средство заткнуть какой-нибудь пробкой сделать не только экологичное средство для мытья посуды но и также довольно таки красивый декоративный элемент который будет стоять на вашей кухне представьте как приятно когда ваши обычные рутинные дела входят элементы которыми вы постоянно пользуетесь и они не просто какая-то супер кислотная губка например и какое-нибудь опять же яркое кислотное средство это все в красивых баночках довольно таки выдержанно минималистично я думаю тогда уборка в доме станет намного приятнее для того чтобы сделать супер эффективные средства для мытья унитаза мне понадобится ничего кроме унитаза но к сожалению сейчас я не могу вас туда отвезти поэтому вы будете вы будете экспериментировать у себя дома а мы образом представим что вот эта чаша будет нашим унитазом на моем столе появился новый предмет в образе вот такого блендера стакана при помощи него мы будем с вами изготавливать средства для мытья посуды сначала мне необходимо подогреть воду здесь уже у меня в чайничке есть водичка но я немного все равно добавлю мне примерно понадобится литр на литр воды мне будет необходимо около 50 грамм хозяйственного мыла вы можете купить мыло вот в таких брикетах либо продаются еще мыльные хлопья принципе их вы тоже можете использовать хлопья более удобно потому что их не нужно предварительно измельчать но а такое мыло конечно же придется немножко потереть я разделила свой кусочек на 7 частей так как кусок выглядит как такой обычный брикет то такой способ может быть вполне точным нам нужно вычислить и взять из этого огромного куска всего 50 грамм мне понадобится всего один кусочек из размеченных я вот так вот выделяю ножом нужную часть отрезать его ровно у меня не получится либо на это нужно будет много усилий поэтому я сразу же буду его натирать хозяйственное мыло довольно таки сложно натирать поэтому я меняю руку попробую такая помимо того что вы делаете моющее средство также еще один много подкачиваете бицепс ну что нужное количество мыла я измельчила убираю все ненужное приступаем к основному процессу кстати вы можете добавить эфирные масла если хотите я добавлять их не буду меня вполне устраивает аромат но вообще обычно добавляют допустим масло лимона масло лимона тоже влияет на обезжиривание поверхности а также придает такую лимонную нотку средству но я добавлять не буду добавлять эфирные масла потому что масло может оседать на поверхности тарелок например вот и вы можете в не заметить этого и вместе с пищей поглотить какое-то количество эфиров не знаю конечно насколько это опасно но возможно это не очень хорошо сможет повлиять на ваш организм если вы используете один литр теплой воды то к нему вы добавляете 50 грамм хозяйственного мыла если вы уменьшаете пропорции воды то есть в моем случае у меня тюбик вот здесь примерно 250 миллилитров мне нужно пропорционально уменьшить количество мыла то есть если у вас тоже подобная емкость 250 то мне нужно 12 с половиной грамм хозяйственного мыла но 250 миллилитров получится слишком мало и вы не сможете просто увидеть текстуру которую я хочу продемонстрировать вам поэтому я немного увеличу до полу литра и буду добавлять 25 грамм хозяйственного мыла сначала мы добавим пол литра горячей воды мне необходимо добавить 25 грамм хозяйственного мыла к полу литра воды полторы чайные ложки соды к нашей смеси и теперь самый мой любимый момент нужно это все смешать я взбила свое средство вот вы видите сколько пены получается это значит что наша жидкость для мытья посуды будет очень эффективной постепенно конечно мыльная основа она в воде и немного оседает но ничего страшного перед использованием вам просто нужно немного потрясти баллон с моющим средством и буду переливать конечно же это средство в такой приятной баночке выглядит намного симпатичнее чем покупные средства и конечно очень хочется показать вам насколько эта жидкость эффективно отмывает жир а также отлично пенится ну что давайте приступим к следующему средству в моменте когда вы решите выпить чашечку чая вы можете не просто создать для себя чайную церемонию но еще и приготовить эффективные моющие средства для зеркал и стекол на чашку кипятка мне будет нужно всего два пакетика чая это может быть любой черный чай либо вы можете использовать даже самый дешевый чай для этих целей так мне нужно залить примерно две третьих бокала столько думаю будет достаточно чуть попозже будем переливать и конечно же тестировать а сейчас хочу рассказать вам в каком объеме и в каких соотношениях нам понадобятся ингредиенты для универсального спрея полстакана уксуса на полный стакан воды у меня емкость в которой я буду заливать меньше что делать естественно я просто уменьшу пропорции я разделю стакан на три части мысленно вода у меня будет представлена в двух частях а уксус в одной третьей заливаю воду сразу же переливаю ее в емкость теперь мне понадобится уксус сюда же я добавлю эфирного масла лимона для того чтобы немного перебить аромат уксуса на мой объем получается около трех капель ну что спрей готов начинаем с тестирования чайного спрея я приготовила для вас вот такое вот стекло которое служит полочкой в нашей ванной и оно испачкано зубной пастой попробуем очистить с помощью чайного спрея интересно справится ли он с такой задачей чуть пониже отпущу смотрите наша полочка уже практически блестит полочка чистая конечно же здесь есть небольшие повреждения стекла все потому что мы пользуемся этой полкой постоянно что-то ставим какие-то небольшие скольчики но в общем она идеально чистая и как вы уже видите блестящая я попробую почистить вот такой чайничек в котором я как раз таки кипятила воду для приготовления некоторых средств давайте посмотрим для этого мне понадобится губка на чайничке есть небольшие загрязнения капли, гарь, отпечатки ну что-то непонятное мне в общем не очень нравится как он сейчас выглядит попробуем его очистить губку мне необходимо немного смочить водой ну и конечно же встряхиваю немножко жидкость и делаю несколько пшиков на губку также могу сказать что оно хорошо справляется с жирными пятнами но отмывает какие-то устаревшие въевшиеся пятна не очень хорошо для этого я думаю больше поможет уксусный спрей давайте проверим его в деле на этой терке я как раз таки натирала хозяйственное мыло оно довольно таки жирное и посмотрим как уксусный спрей справится с удалением жирного пятна нам нужно нанести в небольшом количестве спрея на поверхность кстати когда ты начинаешь наносить уже очень хорошо чувствуется аромат лимона я надеюсь что вы не забыли что мы туда добавляли лимонное масло мне понадобилось всего несколько пшиков уксусного спрея и терка уже идеально блестящая я даже не применяла дополнительную воду чтобы облить но обязательно перед тем как использовать например какой-то девайс кухни помойте его под проточной водой а сейчас давайте приступим к приготовлению средства для унитаза для приготовления очистительного средства для унитаза мне понадобится всего лишь два ингредиента это уксус и сода помимо ингредиентов мне понадобится маска которую нужно надеть перед тем как вы приступите к данной процедуре ну что давайте я вам покажу как легко и просто можно будет сделать унитаз сияющим нам понадобится стакан для того чтобы отмерить точное количество соды и уксуса высыпаем соду в чашку имейте ввиду что соду вам необходимо сразу же высыпать в унитаз и получается вот такая бомба пена которая возникает как раз таки является такой чистящей массой то есть вы просто берете ёршик и хорошенечко прочищаете унитаз обещаю вам что после этой бомбы ваш унитаз будет идеально чистым ну что ребят на этом наши эксперименты окончены надеюсь вам понравился сегодняшний выпуск и вы поняли что делать средства для зеленой уборки пространства очень легко и просто хочу пожелать вам не бояться экспериментировать и конечно же делать свое жилье не только уютным но и безопасным с вами была программа силы природы до скорых встреч в следующем году Субтитры создавал DimaTorzok